Друзья, это новый выпуск ТАФ ЭНАФ в Екатеринбурге. С вами организатор и бессменный ведущий Слава Перский. В очередной кровавой зарубе на голых кулаках сойдутся самые дерзкие, жесткие, бескомпромиссные бойцы Уральской Лиги. Приветствуем вас, паны ТАФ ЭНАФ. Вы смотрите зубодробительный выпуск голых кулаков. Кулачка взорвала всю Россию и пацанов теперь не остановить. Вас ожидает три мощных поединка прямо сейчас. Первыми на поле выйдут парни, бой которых ждет огромная аудитория в Инсте. В равном поединке Никита Сизов уступил спорным решениям судей. Диас просит соперника сильно не рваться к победе, чтобы не испортить свое лицо. Две победы уже за ним, он пришел за третий. В соглавном бою нас ждет битва двух титанов. Саня Жосткий выйдет против Александра Винокурова. Жосткий занимается классическим боксом с детства и уверен, что сильнее соперника. Жесткую зарубу покажет Александр Винокур. Для него выход в октагон – возможность выплеснуть всю агрессию за один раз. Получится ли у него это сделать? Посмотрим в этом выпуске. В мейн-ивенте в октагон выйдет Никита Кашицын. За его широкими плечами всего один бой на кулаках. Зато все уличные драки заканчивались быстро. Оппоненты ласкали затылком асфальт или же целовали его. Помериться с силами с ним выйдет Денис Кипяток-Чистюбаев. Его привлекает медийность, а в октагоне он ищет только кровь соперника и победу. Субтитры создавал DimaTorzok Главный бой заставит вас попотеть. Ведь наши парни в кулачке – одни из самых взрывных и опасных. Прямо сегодня, прямо сейчас они определят, кто техничнее, мощнее и заряженнее. Друзья, обязательно, чтобы не пропустить наш следующий выпуск ТАФ и на Файтинг Чемпионшип, вот это видео ты обязательно поставь на паузу. Подпишись на наш канал, для нас это очень важно. Обязательно пишите фаны ТАФа в комментариях, за кого из пацанов болеете вы. Друзья, посмотрим, кто красавчик по мнению наших фанов. Давайте вместе сделаем кулачные бои с самым обсуждаемым видом спорта. Друзья, ну а мы едем дальше. Я хочу вам представить людей, которые не выходят в октагон, но от которых зависит честность боя и здоровье бойцов. Боковые арбитры Георгий Путилов, Денис Кадышевский и Виктор Негатин. Судья-хронометрист Анна Матвеева. Наши рефери в октагоне Александр Лаптев и Виталий Чалы. И также, конечно же, люди, от которых зависит здоровье наших бойцов, Токтаулов Михаил и Кулаков Павел. Металл-нефтепроект – это федеральный поставщик черного, цветного и нержавеющего металлопроката в 38 городах России. Широкий выбор металла, более 30 тысяч позиций, низкие цены, оперативная доставка, сертификаты качества на каждую партию, собственные торговые и производственные мощности, услуги по металлообработке любой сложности, онлайн-каталог с актуальными ценами на сайте. Сайт прикреплен по ссылке ниже. Ну что, мы переходим к первому бою и открывают поле войны два бессменных бойца нашей лиги в весовой категории до 95 килограмм. В октагон приглашается Никита Сизов. Все, Мадиас серьезный, достойный соперник. Ну и мы не лыком шиты. Бой покажет. Готовился к бою, тренировался с бойцами с улицы. Думаю, бой пройдет все три раунда, но там как карта ляжет. Он пришел растоптать зазведившегося Диаза и плюнуть ему в лицо с победой в кармане. Встречайте в октагоне! На подходе его оппонент Сема Диаз. Моя мечта – заработать за хуя денег в связи к своим братишкам в стоп-соп. Когда я взглянул в глаза в стоп-сопернику, я увидел, что это нормальный здравый мужик. С ним можно нормально подпиздиться. Я надеюсь, что наш поединок пройдет не больше 30 секунд. Так ли это на самом деле, узнаем в этом выпуске. Встречайте в октагоне! Субтитры подогнал «Симон»! Итак, друзья, это новый бой на турнире «ТАФ ЭНАФ», где встретится Сема Диаз. Он в красном тейпе против Никиты Сизова в синеме. Комментировать для вас его буду я, Виталий Тарасов, и мой коллега Шамиль Слатанбеков. Приветствую вас. Боец готов! Боец готов! Бой! Что ж, смотрим. Диаз является звездой этого промоушена. 2-0 у него. В то время как у Сизова есть один бой и одну поражение. Готово! Молодец! Вот это удар. Раз, два, три, четыре, пять. Вряд ли он смог продолжить, мне кажется. Вот это да! И что, все что ли? Просто одним ударом. Вот это бой. Да, вот это бой. В данном поединке нокаутом в первом раунде одержал боец из красного угла Сема Диаз. Никит, ну ты герой сегодняшнего вечера, ничего не скажешь. Поделись эмоциями. Что, плотно бьет Диаз? Плотно. Здоровья не хватило, видишь. Да, что, благодарю всех собравшихся, всех спонсоров. Спасибо за все огромное уважение сопернику. Сема, красавчик. Так, если не хватал. Сема, ну теперь тебе добавляется еще одно прозвище. One Punch. Сема Диаз. Расскажи, как прошла подготовка, где, какие эмоции от поединка. Всех приветствую, друзья. Спасибо за поддержку. Моя подготовка особо не проходила, потому что я знал, что соперник не особо серьезен для меня из-за этого. Для меня это очень скромная победа. Я не считаю, что я, ну, соперник очень такой серьезный и мог показать бой. Я это понимал прекрасно. Я вот вышел. Спасибо тебе, Никита, что ты взял яйца в кулак и вышел. Красавчик. А так хочу я поблагодарить свою команду. Это Руслана Архманкова, Виталия Воеводкина, Дениса Кипятка и всех остальных ребят. Спасибо. Красавчик. Пацаны, спасибо вам. Друзья, ну а мы продолжаем. И сегодня на нашем турнире присутствует российский боксер-профессионал, олимпийский чемпион Рио, чемпион Европы и мира Евгений Тищенко. Давайте поприветствуем Женю. Жень, добро пожаловать. Рады видеть тебя снова в нашей клетке. Поприветствуем в октагоне человека, про которого казахи пишут. Охранник Путина выиграл золото, друзья. Женя, привет. Понятно, что казахи шутят, но так чим бы телохранителем хотел бы быть? Да, всех приветствую. Рад присутствовать уже во второй раз на этом событии. Желаю вам успехов, побед. Действительно, к федеральной службе охраны я имел отношение. На олимпиаде ФСО представлял, Путина не охранял, но... Как, был рядом образно. Охранять, если только вот шеф, а Путина я охранял бы больше пока планов нет. А как относишься вообще к кулачным боям? Смотришь ли ты турниры постоянно? И что в них нравится? Вот отличие, по твоему мнению, от бокса? Какое принципиально? Ну от бокса колоссальное отличие. Это как другой вид спорта. Бои иногда смотрю, да, патрулирую. Иногда есть зрелищные бои. Мне и здесь нравится присутствовать, потому что пацаны начинающие, голодные, зрелищные бои. Поэтому желаю всем успехов и как меньше травм. А сам бы вообще подрался когда-нибудь на голых кулаках? Если бы пошел, то с кем и за сколько? Ты бы увеличил свой гонорар? Это в любом случае не в ближайшее время. У меня пока чуть другие приоритеты. Спортивные цели и спортивная составляющая. Но возможно в будущем, когда буду завершать спортивную карьеру, я бы выскочил. Это наберет популярность еще больше. Это призвано официальным видом спорта. С кем уж без разницы, но за хороший гонорар точно. Как и когда состоится твой следующий поединок? Я уверен, что многих здесь это интересует. Ребят, давайте дадим шуму нашему чемпиону. Поделись планами ближайшими. Да, от души будем готовиться или на февраль, или на марк главное событие крупный бой. Сейчас идут разговоры, поэтому приглашаю всех. Приходите, будет интересно. Это был олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, Женя Тищенко. Друзья, давайте дадим шуму. Женя, спасибо. Мы всегда рады тебя видеть у нас. Приходи. А мы едем дальше и приглашаем следующую пару весовой категории до 71 килограмма. В соглавном бою жесткую зарубу покажет Александр Винокур. Я занимаюсь боксом 10 лет, имею первый взрослый разряд. Провел один кулачный бой, победил, пришел к вам в Тафанав за второй победой. Мне нравятся голые кулаки, мне нравится драка, кровь, драма. Все думают, что гладиаторские бои это смешанные единоборства, но на самом деле настоящие гладиаторы это кулачники. Кулачные бои от бокса отличаются другой дистанцией, другой защитой, тут другая динамика. Из-за этого кулачные бои более зрелищные, чем бокс. О своем сопернике ничего не могу сказать. Ни хорошего, ни плохого. Вроде Саня жесткий, вроде не жесткий. После нашего боя, Саня, ты будешь мягкий. Это будет бомбический бой до последнего вздоха. Давайте поприветствуем в октагоне! А его соперник Саня жесткий. Каждый день после чужой работы я приезжаю сразу в зал и пошу как бешеный, постоянно. Добрый день! Меня зовут Вагис Фридович Мерсейтов. Я тренирую Александра. Боксу на протяжении уже, наверное, 7-8 лет. Когда я впервые услышал, что Александр будет биться на голых кулаках, мы всей командой за него очень переживали, но во всех его начинаниях мы его поддерживаем. Снова возвращая в клетку ТАФ ЭНАФ. Последние два своих боя я закончил досрочно. Забрал два нокаута вечера. И в этот раз все бабки будут мои. Я думаю, что кулачный бой – это самый русский вид спорта. И я очень рад, что его сделали официальным. О своем сопернике я думаю, что он просто понторез. Его фишки с прошлого боя ему не помогут. Он снова отпустит руки и получит поебалу. Сегодня он нашел для себя очередную жертву. Встречайте! Бойцы, на середину! Приветствую вас, Натаф ЭНАФ! Уважаем друг друга! Покажите нам красивый бой! Бойцы, по углам! Ну что, друзья, Рефери в клетке Александра. Александр Винокуров у нас в синем тейпе. У него один бой и одна победа А. Саня Великдус, он же жесткий, так его и будем называть. У него два боя и две победы. Вес 70 кг, до 70 кг. Смотрим! Двигаются бойцы. Винокуров повыше. Пока обстреливают, ну, рассматривают друг друга, изучают. Да, подергивают парня, пока мы не понимаем, в чьих руках инициатива. Центр пытается держать центр в синем тейпе. Да, Винокуров занял центр октагона. Смотрим, сможет ли как-то развить. Успех, помимо того, что занимает центр. Вот попытка удара по корпусу пока мимо. Очень интересное противостояние. 70 кг всегда. Опа! Хороший размен. На начало, да. И жесткий так наваливается на своего соперника. В любом случае, забирает эту энергию. Ой, как он жестко сейчас налетел. Левый сбоку почти достал. Да, заряжает. 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 Левый сбоку. О, попал. Размен, размен есть, да, попал. Мне кажется, не все пока получается у Винокурова. Немножко не чувствую. Да, и мне кажется, бой не пройдет с этой трехаунды. Да, достаточно открыто парни. Да, да, да. Слишком опасно. В размен заходит. Пробует, пробует искать Винокуров. Но мне пока кажется, что у жесткого удара потяжелее. Да, да. Мы видим это и рычаги, короче. Да. Ой, пропускает сейчас вон накурой, да. Контратаки не пластик делает у нас у жестких, я смотрю. Но он вторым номером, да, более старается? Да, ждет, ждет, выждает соперника. Контратакует. При этом всем, при этом всем, сам-то пропускает пока мало. Да, да. Я бы сказал, он больше. Подбирается он под прямую удар соперника. У меня так. Немножко спал тембоя. Ищет, ищет Винокуров свой момент. Оба опасаются друг друга. Да. И в то же время идут открытые размены. Ой, хорошо. Вот получается вымиривать у жесткого с этими боковыми ударами. Да, да, на отяжке. А тем лучше и зашел. Вот сейчас очень хороший попал в правый зверь. Я думаю, Винокуров уже чувствует количество понажалов. Так не надо бросаться, так не надо. Для него это опасно. Порыв у него очень хорошо. Очень хорошо получалось. Но пока, я думаю, будет, проходит в пользу жесткого. Сто процентов. Сто процентов. Я думаю, что он ледивый. И покажут ли нам моменты. Сейчас повторно. Афтуна. Более точные попадания. Итак, второй раунд у нас на подходе. Смотрим мы и видим красивую девушку с номерком. И сейчас ребята продолжат. Продолжат выяснять, у кого же сегодня появится единица в графе поражения. Потому что, как я уже говорил, ранее оба идут с нулями. Винокуров. Сейчас встретил хорошо, опять же. Он очень неправильно работает. Он не пользуется своим преимуществом. Он на голову выше. Он может просто на передней руке тыкать. Не идти самому. А он бросается. Он бросается. Даже можно просто тыкать левой рукой на оттяжке. У нас жесткие пониже. И ему тяжелее достать. По факту ему тяжелее сейчас в этом бою. 100%. Но при этом у жесткого все получается. Ну это все видишь. Опыт, техника. Да, но и делать стили. Как-то под стиль жесткого это подходит. Хотя же сам жесткий не так много и бьет пока. Выжидает. Да, да, да. Он только сейчас начинает включаться. Да, если бьет, то только старается точно и акцентированно. И он полетел жесткий. О, вот размен. Как он стоит вообще на ногах. Да, Юнакуров очень, очень опасно работает. У Юнакуров ведь голова крепкая. Крепкая голова. И молодец. Духовичный парень. Да, идет в размен сам. Но пока не очень удачно. Да, пока у него не все получается. Пока у жесткого получше. Да, жесткий принимает вроде на защиту. Сразу же контратакуются. Да, да. Очень интересный боец. Ой, опять левый сбоку. Да. Да, неоднозначный стиль. У Александра Великдуса. Да. Не все под него могут подстроиться. Да, он натяжка, с голову назад. Ну, чисто боксерский. Классика бокса, если ты заметил. Оттянул, дал, оттянул, дал. И работает корпусом очень хорошо. Однозначно. Да. А в синем тейпле у нас немного не пользуется своим преимуществом. Однозначно, согласен с тобой. Однозначно, согласен с тобой. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Друзья, начало третьего, завершающего раунда. Смотрим. И очень зрелищного боя. Посмотрим. Третий раунд всегда нужно включать характер. Все может измениться. Да, но пока видно по бойцам, что не слишком они устали. Да. Все-таки темп не самый высокий, пока было не столько. Небольшое количество таких прям четких попаданий. Поэтому еще есть все силы. Да, вроде... Ой, хорошо. Вот такие опасные размены вроде происходят, но силы остались. Да. Пока все еще впереди. Все может измениться. Ну, жесткий молодец. Вот, пропустил, не бросат. Вот ему, видишь, вообще не подходит бросаться. Ему вот на оттяжках вторым нормам более комфортнее. Да, выжидать момент свой, вот эпизодами так забирать. Поэтому он хорошо как-то умудряется защищаться от прямых ударов. Кто уходит под них, кто сбывает. Вот как он бросился, сразу пропустил, а вот на оттяжках очень хорошо. Вот сейчас опять, да? Да, да, да. В открытую. Здесь как раз Минокуров, видимо, получил какие-то наставления. Да, совет своего угла. Вот-вот, видел джеб, отошел. Вот если бы он с первого раунда так начал, на джебах, на оттяжках. Очень опасно смотрится, когда жесткий начинает подсаживаться. Вот вставать боковым, то здесь, конечно, да, мощь влетит. Сопернику надо быть начеку. Да. Вот не впервые замечаю, как Минокуров пытается встретить на свой апперкот. Да, да, да. Я тоже это заметил. Ну, пока не все очень хорошо получается у Минокурова. Но все же молодец. Вот размениваются. Поддаются на эмоции. Третий раунд, концовка, характер. Ой! Ой, это было после стопа или что? Я вот не совсем понял, но на разрыве клинча. Да, да. В этот момент сразу рейфель понял, что выпала капа. Ну, жмут руки все-таки. Да, молодцы, да, очень хорошо. И бой, который изначально казался, что не продлится и двух раундов. Вот уже третий раунд и скоро... Почти завершен. Звучит бомб. Тоже, кто же в итоге попадает. Ну, здесь пока явно очевидно. Я думаю, что жесткий. Явно, но не очевидно, я думаю, что... Явно, но не очевидно, но пока жесткий. Но я думаю, что можно предположить, что Саня жесткий забрал. Поединок просто больше за первый-вторый раунд. Да. Саня жесткий забрал. Крутой техничный и мощный поединок. Не правда ли? Давайте поаплодируем этим бойцам. Самая красота голых кулаков только что творилась здесь и сейчас. Ну, а у нас тем временем есть победитель единогласным решением судей, друзья. И в данном поединке победу одержал боец из красного угла. Саня жесткий. Саня, это было очень технично и круто. Ты показал сегодня зрелищность и красоту голых кулаков. Скажи, чего не хватило и согласен ли ты с решением судей? Всех приветствую. Что хочу сказать? Я перегорел чуть-чуть. Вот и не хватило. Блинка. Вот. Саня красавчик. Уважение только его команде. Очень хороший бой. Все очень понравилось. Зрителям спасибо, что сегодня пришли, смотрите, поддерживаете бойцов. Очень приятно. Хочу сказать спасибо всем тем, кто в меня верил и поддерживал. Компании тепло. Отдельное спасибо от души. Вот. И вам спасибо, организаторам. Все? Спасибо, Сань. Саня, жесткий Великдус. Поздравляю с трудовой победой. На таких поединках растут, тем более с такими соперниками. Поделись эмоциями от боя. Всем привет. Спасибо за поддержку. Честно говоря, эмоции от боя очень жесткие, потому что из всех соперников, с кем я встречался, это был самый реально жесткий соперник. Он и чувствовал дистанцию, и в принципе у него удары хлесткие, сильные. То есть это была настоящая война. И на жизнь она спит. Но я не собирался отступать. Я бы либо упал, либо я не знаю. Хочу передать спасибо большое клубу Клинч и клубу Спарта, которые подготавливали меня к этому бою. Очень приятно моему секунданту Алексею, который всегда со мной с первого же боя. Передаю привет своим друзьям, березги, которые здесь, меня пришли поддержать. Хочу передать спасибо большое своей любимой, потому что в течение этих двух месяцев я подготавливался очень с трудом. Я уходил утром, приходил вечером. Мы вообще не виделись. Любимая, спасибо, я тебя люблю. Все, всем спасибо, удачи. Саня Жесткий, Велик Дос. Самые лучшие шашлыки от вкуснейшего партнера Шампурико. Крутим, вертим, доставляем. Фаны ТАФа по промокоду ТАФ. Вы получите скидку 10% на все меню, кроме ланчей. Не упусти свой шанс. Акция длится две недели со дня публикации. Ну что, друзья, а мы едем дальше. Встречайте Никиту Кашицына. Приехал с города Омска. Занимаюсь боксом 9 лет. Под руководством Певцакина Дмитрия Викторовича. Дюшор 21. Я думаю, что наш поединок продлится не более двух раундов. Закончится это досрочной победой, либо же глубоким нокаутом. Моя мечта оставить след в этом кровавом спорте. Обеспечить полностью свою семью и обеспечить себя на всю жизнь. В кулачке был один бой, он его проиграл. Но тогда Никита вышел на коротком уведомлении. А сегодня с мощной подготовкой. Встречайте в октагоне! Встречайте в октагоне! Его соперник Денис Кипяток Тестюбаев. Я возвращаюсь в клетку, чтобы разъебать еще один ибальник. Основной этаж подготовки я провел в клинче. Также я не помогал Руслану Комкулов. И еще тронировался в гараже под руководством Андрея Орешкина. Насчет своего сверника, думаю, что это очередное мясо для меня, которое расстреляет и выкинул. Видел обои на промоушене в Омске, где он у нас абсолютно ничего не показал. И просто ушел с отпущенной головой. А наш бой придется именно так. Я подойду к нему, ударю пару раз. Он лажет и уедет к себе домой, поджал хвост. После этого боя я хочу получить самые громкие бои, которые есть. Хочу бить самых известных бойцов Москвы. Ребята из Москвы, готовьтесь, я иду за вами. Как кипятку поможет любительская карьера в боксе и почти три сотни боев, узнаем прямо сейчас. Встречайте в октагоне! Бойцы, добро пожаловать в Tough'n'Up. Трэш-ток – это просто слова. А сейчас настало время. А здесь у нас уже следующий бой. Погнали! Никита Кашицын, которого один бой и один кромер. Рэп-клетки Виталий Чалый. В синем тейпе против Дениса Кистюбаева. Он же Кипяток, которого два боя, а две победы. Бой проходит в промежуточном весе до 80 килограмм. Смотрим. Кашицын. Кашицын не попадает. Происходит клинч. Кипяток сразу подавливает, держит. Кипяток очень уверенный боец, я уже комментировал бой. Сильный парень, действительно физически сильный, одаренный. Может, мне кажется, выступать весе ниже, но выходит в этом. У него есть возможность. Да, однозначно. Видишь, он так массово давит сразу, начинает вязать и бить. Ну, он сразу агрессивно начал бой в центре октагона. Да, блин, смотри, что Кашицын понимает тоже, чего делать. То есть, не совсем теряется. Да. Производит правильную работу. Встает боковыми ударами. Ему надо больше двигаться, а он зажимается. Да, и вот пытается вот такой флойду, сказать, здесь манеру, да, опасно, опасно. Поверьте мне, кулачки никакой не прокатывают. Они в болевом пролетели. Ты, то есть, не используешь, наверное, стопать? Нет. Больше двигается. Однозначно. Здесь глухая защита. Ни к чему не приведет поджиму. Хотя, опять же, я вижу периодически вот такие вещи начали практиковать. Ну, это сейчас опасно, да, наслаивает на свою голову ладони. На свою голову ладони Никиты Кашицу не пропускает. Также смотрит очередной боец, который не пользует своей амплитудой. Амплитудой, да, своего удара. Но я думаю, что здесь, возможно, немножко разных классов бокса. Да, хорошо, что с кипяток заходит. И вот и ты. Ну, пока уверен, как кипяток доминирует в этом бою, держится. Да, идет очень расслабленно, да, прям на удары какие-то. Прямо наступает, не боится, понимает, что через этот он придется переходить. Но все же опасно. Опасно, безусловно, опасно. Ну, пока у Никиты Кашицу не получается встретить его. Он сразу входит в эту защиту. Это не очень любил, что ждет результативных действий. Но вот периодически Никита пытается встать с боковым ударом с амплитудом. Да, да. Пока он не понимает, что ему нужно делать, я вижу. Он немного растерялся. Он растерялся от давления кипятка и пока не понимает, что ему делать. Да. Итак, мы просмотрели с вами первый яркий первый раунд. Один из самых ярких сегодняшний вечер. Но посмотрим, что будет дальше. Левую руку вперед. Почему ты не отпускаешься? Герко, пошел. Герко, не застаивайся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 А это побарливает, там Кипятон пытается и по корпусу накинуть, то есть постоянно идет работа. Да, просто в таком-то веке пропускать просто тупо джеб, это очень... Уже да, уже будет совсем чуть-чуть. Ну, парнишка в синем тэпе с характером, держится. Столько ударов на пропускал, пытается стоять. Кипятку бы немного агрессивно вложиться в несколько ударов, я думаю, он бы смог завершить бой. Возможно, был бы закончен, но пока не педалирую, так сказать. Ситуацию Кипяток работает в своем привычном темпе, это очень хорошо у меня получается. Первый удар джебом наносить, всегда он достает по крючке. Сейчас сам откнулся. Вот, пропустил он Кипяток. Пропустил Кипяток, да, и здесь, кажется, уже неплохо сейчас себя проявляет. Хотя он совсем ничего еще не сделал. Просто джеб. У синем тэпе на самом деле большие возможности в этом бою. Привилегий. Но он их не использует. Продолжение следует. Но он должен выстоять, надо стоять спокойно. Левой рукой смещайся, не заставил. Итак, начало третьего раунда. Напомним, что Кипяток в красном тейпе, а кашицу в синем. Смотрим. Заключительный раунд. Посмотрим, изменилось ли что-нибудь в ведении боя. Да, и Кипяток, видно, уже гонится за нокаутом, хочет досрочно завершить этот бой. Прям настигает своего оппонента. Хорошо по корпусу пробивает кашицу. Обоюдно так получилось. Обоюдно так получилось. Да, здесь такую вознюю мы наблюдаем немножко. Немного клинчуется. Подустали, по-моему, бойцы немного. Ну, Кипяток, как в своем репертуаре. Да, идет, идет, идет. Пытается завершить бой, в то время как кашицу в том же репертуаре пытается защищаться корпусом. У него периодически это получается, но слишком опасно это. Я понимаю, что в долгой перспективе такая защита не сработает. У него намного лучше получалось защищаться, если бы он двигался. При этом все. Опять-таки, Питок заходит с джебом, уже вот такой. Ой, хороший боковый пропустил. Кстати, вот так отворачиваться спиной, это, ну, за это могут тебе снять бои. Ну, здесь особенно это опасно на кулаках. Да. Он пропадает опять лево. Очень-очень много пропускается, и не от Эпи парнишка держится. Таких причем, одиночных ударов? Да, да. Это очень существенный удар в таком весе. Однозначно. Я думаю, что немножко уже сбит прицел. У Никиты Кашицына. Да. Зажался в таком весе. Ну, а Денис Тюстюбаев, он же Кипяток, по-прежнему, как в начале первого раунда, идет вперед. Как и в втором. Да, как и в втором. Пытается завершить бой досрочно. Я не понимаю, сейчас, наверное, был поврежден нос, видимо, да, что сломан, но, может быть, он был сломан уже до этого. Да. И концовка. Концовка. Стоит все-таки отметить, что продержался до конца Кашицын. Да, согласен. Пробовал, работал, молодец, но не получилось. Да, вот эти вот скиллы его здесь не сработали, да и достаточно. Кипяток уже опытный, достаточно, на кулаках. Очень плотный и конкурентный поединок, не правда ли? Давайте поаплодируем бойцам. В данном поединке единогласным решением судей победу одержал боец из красного угла. Денис Кипяток-Тюстюбаев. Никит, крутой бой, плотный. Пацану всего лишь 18 лет, давайте его подбодрим. Хороший, плотный бой навязал. Никит, что не получилось, как бой, какие эмоции. Екатеринбург, привет! Прекрасный город. Прогулялся вчера по нему просто во. Чего не хватило? Наверное, времени. Можно сказать, на короткое давление вышел. За 3-2 недели. Поэтому дальше больше. Всем спасибо. Дэн, первый бой в твоей карьере на голых кулаках, который дошел до судейского решения. Чего не хватило? Ожидал ли ты такого сопротивления? Всех приветствую. Я никому не говорил, но за неделю в подготовку я заболел. За неделю до боя у меня была температура 39,39,5. И сегодня утром я проснулся с температурой. И выходил бой, то есть в состоянии таком полуболезненном. И вы сами, наверное, видели по ходу боя то, что я начинал дышать. Мне было тяжело. Наверное, этого не хватило, но я и хочу дать должное самому сопернику. Он на самом деле очень крепкий парень. Я не ожидал, что он даст такую позицию. Я же думал, что после первых ударов он сейчас один давать, а он нет. Бьется до конца. Так что спасибо сопернику. Пацаны, спасибо за этот красивый и плотный поединок. Друзья, давайте проводим аплодисментами наших бойцов. Это был турнир на голых кулаках Tough Enough Fighting Championship в Екатеринбурге. Три боя, три победителя. Пацаны показали красивые бои и все, на что они способны без перчаток, без компромисса и без жалости. Но в них была воля к борьбе и победе. И желание показать всем, кто еще только думает выходить в октагон, что голые кулаки это по-мужски. Друзья, обязательно подпишитесь на наш официальный ютуб канал Tough Enough Fighting Championship. Жмите колокольчик и следите за новостями. Пишите в комментариях, кого бы вы хотели увидеть в нашем промоушене и с кем бы сами хотели зарубиться. С вами был бессменный ведущий Слава Перский. Пока, ребят!